Всё же неплохо, что камеру можно поставить даже дома. Расследование странных случаев займёт теперь совсем немного времени. Это канал Узнай Больше, а перед вами подборка моментов, попавших на видео, когда всё пошло не по плану. Погнали! Зря хозяева, уходя, включили своему любимцу телевизор. Пёсик так разыгрался, что теперь придётся потратиться на новый. Оставив ботинки на чистой площадке, мужчина принялся за работу, а лиса только этого и ждала. Скорее за ней! Псу уже давно пора было на улицу, а хозяин что-то замешкался на выходе. И Пёс быстро помог ему ускориться. Напрасно девушка призывала своего спутника обратить на неё внимание. Они же в камере поцелуев. Но он сидел с безучастным видом и даже отодвинулся подальше. Ах так! И все увидели, как его накрыла женская месть. Ещё до появления своего результата на табло дамочка пришла в неистовство. Она визжала, носилась по залу и даже ползала на спине. Вот как её переполняли эмоции. Увы, это была не победа. Журналистка просто пыталась оживить свой репортаж, пока не получила знатного леща по лицу. Причём это не метафора. Рыбина взяла и выскочила из воды. Не тот момент выбрала девушка-блогер, чтобы поделиться с подписчиками секретами макияжа. Зато кадры землетрясения получились хоть куда. Милое общение с обезьянками казалось девушке-репортеру забавным, пока они не принялись на радость зрителям стаскивать с неё майку. Намерение репортера чмокнуть Уэлла Смита не нашло откликов звезды. Он ответил на попытку пощёчины. Украинский журналист потом пояснил, что это такая традиция у славянских мужчин целоваться при встрече. Оправдание вышло неуклюжим. Неудачей закончилась попытка ведущего забраться на лестницу. Две симпатичные помощницы не удержали её. Конструкция заскользила и повалилась на пол. Синяки гарантированы. Телеведущая стремилась как можно более наглядно изобразить, как следует двигаться водителям. Ну и странная же картинка у неё вышла. Репортеру Кенту Малгату позарез нужно было получить комментарии от бизнесмена, но эти планы разрушил столб, в который он на бегу врезался. Аж очки слетели. Журналист с самым серьёзным видом вёл эфир, не замечая, как полуголый пьяный мужик на заднем плане падает из окна и портит всю картину. Ведя репортаж о яхте, корреспондент не заметил уборщика. Отступил и уронил его в воду. Конечно, извинился, но тот всё равно был весьма недоволен. Благодаря этому экрану эфир получился удивительно сюрреалистичным. Ниже милого личика ведущей колыхалось бледное пивное брюшко отдыхающего. Совсем не аппетитное зрелище. Реклама провалилась во всех смыслах. Дамочка на каблуках взобралась на надувной матрас, расписывая, как он прочен и устойчив к проколам. И в этот самый момент она его всё же проколола. Репортера разморил от жары. Прямо в эфире он сначала закрыл глаза, а затем явственно захропел. Напрасно телеведущая взывала к нему. Тот так и не проснулся. На шоу с преображением модель доверилась стилисту. А он коварно обкорнал её роскошные гладкие волосы. От потрясения девушка рухнула в обморок. Кажется, репортеру улыбнулась редкой удачей. Грабитель банка пробежал мимо него прямо во время эфира. Журналист быстро сориентировался и заявил, что придёт звонить в полицию. Орфографический конкурс. Мальчик поторопился высмеять конкурента за ошибку, но и сам не сумел справиться. Какой конфуз. Модель допустила грандиозную ошибку. Сначала она не отдала приз автомобиль женщине, которая получить его была должна. Как же дама была счастлива. И вновь двусмысленная картинка, автором которой стала телеведущая. Она не сразу поняла, как это смешно выглядит. ДТП оказалось в самом центре репортажа, шедшего прямо в эфир. Пожалуй, тут недостатка в доказательной базе не будет. Девушка всеми силами хотела освободиться от назойливого репортера, а он всерьёз был настроен на продолжение общения и после эфира. Лишь когда она стала откровенно издеваться над ним, парень понял, что перегнул палку, но всё же успел ей дать свою визитную карточку. Футболка советующей была такой коротенькой, что журналист не смог удержаться и задрал её повыше. Не самое приличное поведение, но, похоже, она вполне довольна. Шеф-повар принесла в студию целую коробку лакомств, чтобы угостить всех в студии, но, похоже, никому из гостей эта еда совсем не понравилась. И этот конфуз скрыть от зрителей было невозможно. Ещё невозможно вскрыть отсутствие поставленных лайков и подписок на наш канал. Вы уже знаете, что нужно сделать. Крепкого здоровья, отличного настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok